здравствуйте мои подписчики и гости моего канала представляю вашему вниманию лекцию по теме внутри заводской межоперационный транспорт в пищевой промышленности внутри заводской межоперационный транспорт применяемый на предприятиях пищевой промышленности достаточно разнообразен это ленточные и цепные транспортеры ковшовые элеваторы винтовые и кольцевые транспортеры и другое оборудование с помощью которого производится перемещение сырья полуфабрикатов и готовой продукции между технологическими операциями а также при выполнении этих операций в лекции рассмотрим классификацию внутри заводского транспорта устройство транспортеров различных конструкций принцип действия и основы расчета производительности мощности и размеров рабочих органов особое внимание уделим транспорту который наиболее часто встречается на предприятиях пищевой промышленности это механический транспорт пневматический транспорт и аэрогравитационный транспорт при создании лекции и подготовке иллюстративного материала я использовал интеллект карты для структурирования информации вся информация лекции уместилась в одну интеллект карту заголовок и первый уровень вложенности вы видите на слайде если раскрыть каждую ветку нажав на плюс справа от прямоугольника то вы увидите следующие уровни вложенности они раскрываются на следующих слайдах транспортирующие машины имеют конструктивные особенности и различаются по способу передачи перемещаемому грузу движущей силы действующие при помощи механического привода самотечные устройства в которых груз перемещается под действием собственной силы тяжести устройство пневматического и гидравлического транспорта в которых движущей силой является поток воздуха или струя воды аэрогравитационный транспорт по характеру приложения движущей силы и конструкции с тяговым элементом лентой цепью канатом или без тягового элемента породу перемещаемых грузов для насыпных и для штучных грузов по направлению и трассе перемещения грузов по назначению и положению на производственной площадке применяются машины непрерывного и периодического действия на представленном слайде рассмотрена классификация транспортирующих машин непрерывного действия транспортирующие машины непрерывного действия классифицируется следующим образом на конвейеры пневматический транспорт и гидравлический транспорт в свою очередь конвейеры бывают с тяговым элементом и без тягового элемента. Конвейеры с тяговым элементом в свою очередь делятся на ленточные, пластинчатые, скребковые, ковшовые, люличные и другие конвейеры, а также ковшовые, полочные, люличные элеваторы. Конвейеры без тягового элемента делятся на транспортирующие трубы и винтовые, качающиеся и роликовые конвейеры. Пневматический транспорт делится на пневматический транспорт для перемещения насыпных грузов в потоке воздуха, для перемещения насыпных грузов, насыщаемых воздухом, так называемые аэрожелоба. Для перемещения насыпных грузов давлением воздуха в контейнерах, так называемая аэропочта. Гидравлический транспорт делится на самотечный и напорный. Способы перемещения грузов бывают следующими. На непрерывно движущемся несущем элементе в виде сплошной ленты или настила, например, ленточные, пластинчатые, цепенесущие конвейеры. В непрерывно движущихся рабочих элементах в виде ковшей, коробов, подвесок, тележек и т.д. Ковшовые, подвесные, тележечные, люличные конвейеры, эскаваторы, элеваторы. Волочением по неподвижному желобу или трубе непрерывно движущимися скребками. Скребковые конвейеры. Волочением, проталкиванием по неподвижному желобу вращающимися винтовыми лопастями. Винтовые конвейеры. Пересыпанием и продольным перемещением во вращающейся трубе гладкой или с винтовыми лопастями. Транспортные трубы. Скольжением под давлением сил инерции или перемещением микробросками по колеблющемуся желобу или трубе. Качающиеся инерционные и вибрационные конвейеры. На колесах или на тележках по путям уложен на полу помещение вне конструкции конвейера. И другие способы, которые вы видите на слайде. Схемы перемещения грузов представлены на слайде. Они бывают. Вертикально замкнутые, которые располагаются в вертикальной плоскости и перемещают грузы по трассе, состоящие из одного или нескольких прямолинейных отрезков. Горизонтально замкнутые, которые располагаются в одной горизонтальной плоскости, на одном горизонтальном уровне по замкнутой трассе. И пространственные, которые располагаются в пространстве и перемещают грузы по сложной пространственной трассе с горизонтальными, наклонными и вертикальными участками. Выбор типа транспортирующей машины проводится по следующим параметрам. И с учетом техника экономической эффективности использования, обеспечения надежности работы в заданных условиях, удовлетворению комплексу технических требований и удовлетворению требованиям охраны труда и техники безопасности. Комплекс технических требований, которым должна удовлетворять транспортная машина, включает следующие характеристики. Это характеристика перемещаемого груза, величина заданной производительности, форма трассы транспортирования, а также ее направление и длина, способы загрузки и разгрузки транспортирующей машины, характеристика производственных процессов, сопряженных с процессом транспортирования, производственные и климатические условия. Это налагает свои требования при выборе типа транспортирующей машины. Механический транспорт применяется в различных отраслях пищевой промышленности. Хлебопекарной, макаронной, кондитерской, свеклосахарной, масложировой, крахмально-спиртовой и других. Механический транспорт является тем видом транспорта, который по частоте использования прочно занимает одно из первых трех мест в зависимости от отрасли пищевой промышленности. Механический транспорт имеет наибольшее применение, например, в хлебопекарной промышленности. Это вид транспорта, основанный на перемещении грузов под воздействием механической движущей силы. Механический транспорт разделяется на транспорт непрерывного и периодического действия. Транспорт непрерывного действия выполняется с гибкими тяговыми органами. Ленточные и цепные транспортеры, ковшовые элеваторы, цепные подъемники и без гибких тяговых органов. Винтовые транспортеры, шнеки, транспортирующие трубы, кольцевые транспортеры. К транспорту периодического действия относятся различные вагонетки, ручные и механические тележки, грузовые подъемники, лифты и т.п. В ряде случаев транспортирующие устройства непрерывного действия могут использоваться как транспорт периодического действия, например, люличные подъемники. Работу конвейера характеризуют следующие факторы. Фактическое, эксплуатационное время работы, нагрузки, действующие на конвейер и его элементы при обеспечении заданной производительности и продолжительности их действия, условия производства и окружающей среды, в которых работает конвейер. Механический транспорт с гибкими тяговыми органами – это ленточные транспортеры, цепные транспортеры, ковшовые элеваторы, нори, волковые и люличные подъемники. Ленточные транспортеры широко применяются на пищевых предприятиях для перемещения штучных, сыпучих грузов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Например, мешков с мукой, сахаром и песком, ящиков с прессованными дрожжами, маргарином, яйцами, тестовых заготовок, готовых изделий, например, батонов, хлеба, бараночных, сухарных изделий, а также различных тары и тому подобное. С помощью ленточного транспортера можно перемещать грузы в горизонтальном и наклонном направлении. Изготавливаются транспортеры стационарные и передвижные. Передвижные транспортеры применяются, например, на кондитерских предприятиях. Цепные транспортеры – конвейеры. Это транспортеры, которые применяются для перемещения сыпучих и штучных грузов, муки, тестовых заготовок, готовых изделий и тары в виде лотков и ящиков. Часто цепные транспортеры применяются для выполнения технологических функций при расстойке, ошпарке или обварке тестовых заготовок для выпечки и сушки изделий, а также для механизации загрузки тестовых заготовок в шкафы для окончательной расстойки и печи. Кроме этого, в конвейерных сушилках и транспортерах для охлаждения и стабилизации полуфабрикатов и готовой продукции цепные транспортеры также используются. Ковшовые элеваторы Нории применяются на хлебозаводах и зерноперерабатывающих предприятиях для перемещения сыпучих и полевидных грузов. Зерна, муки, сакара песка, соль в вертикальном и круто наклоненном положении на расстоянии от 3 до 30 метров. Ковшовые элеваторы могут быть ленточные и цепные. Цепные подъемники применяются на хлебозаводах для перемещения на верхние этажи здания сырья, соли, сахара, жира, дрожжей и тому подобное, упакованного в различную тару в виде штучных грузов. Подъемники можно разделить на две группы. Непрерывного действия с гибкими тяговыми органами – волковый, вилочный, люличный и периодического действия, например, грузовой лифт. Из подъемников непрерывного действия на хлебозаводах наиболее часто применяются волковый и люличный. Волковый подъемник служит для подъема сыпучих материалов, упакованных в мешки. Люличный подъемник применяется для перемещения штучных грузов как вверх, так и вниз. Преимущества конвейерных лент заключаются в следующем. Возможность сочетания функций тягового и несущего элементов, малая масса, простота конструкции и эксплуатации, возможность перемещения с высокими скоростями, отсутствие быстро изнашивающихся шарниров, удовлетворение требованиям свойств транспортируемых грузов и окружающей среды. Недостатками конвейерных лент являются Фрикционный способ передачи, требующий большого первоначального натяжения. Недостаточный срок службы при транспортировании тяжелых и крупноусковых грузов. Ограниченная возможность использования для транспортирования горячих грузов. Сложность текущего ремонта и очистки от липких грузов. Повышенное удлинение ленты до 4% при рабочих нагрузках. Типы ленточных транспортеров. Ленточные транспортеры изготавливаются горизонтальными, наклонными и горизонтально-наклонными. Если угол наклона транспортера превышает коэффициент трения перемещаемого груза по ленту транспортера, то используются накладки на ленту во избежание сваливания груза в противоход движению ленты. Накладки на ленту изготавливаются деревянными, металлическими или из материала ленты. Если накладка изготовлена из материала ленты, то она может крепиться к этой ленте заводским способом при ее изготовлении. З-образные конвейеры обеспечивают перемещение насыпных грузов в вертикальном и круто-наклонном направлениях. З-образный конвейер состоит из следующих элементов. Бункера, приводной станции, оголовка, сеточного ограждения, успокаивающих роликов, прижимающей станции, опоры, дефлекторного ролика, ленты с ребрами и гофробортом. Ролика, поддерживающего ролика, амортизирующего ролика, кожуха натяжной станции, натяжной станции и рамы. Схемы трасс Z-образных конвейеров представлены на слайде. Схемы трасс бывают S-T-образный Прямой с постоянным или изменяемым углом наклона L-образный Наклонный с горизонтальным загрузочным участком Z-образный Наклонный с горизонтальными загрузочными и разгрузочными участками L-образный Наклонный с горизонтальным разгрузочным участком Ленточные транспортеры Применяются Как для транспортирования сырья В различной форме И упаковке Так и для транспортирования полуфабрикатов Различных штучных грузов Готовой продукции А также тары На слайде представлена одна из возможных схем ленточного транспортера Ленточный транспортер состоит из основных и вспомогательных узлов Привод ленточного конвейера Осуществляется от Барабанного электродвигателя Или же электродвигателя, установленного на несущей раме Через систему механических передач При этом Если привод осуществляется от Приводного барабана Включающего в себя электродвигатель Так называемые барабанные электродвигатели То эти барабаны могут выполняться С рифлениями Для повышения Коэффициента сцепления ленты С барабаном Важным элементом Ленточного транспортера Является опорное устройство Если ленточный транспортер Достаточно длинный То под ленту Устанавливаются Специальные настилы Или роликовые опоры Или другие конструкции Которые Будут препятствовать Провисанию ленты При транспортировании груза Загрузка Материалов На ленту И выгрузка Может производиться В различных точках По длине транспортера В зависимости от требований Производства Выгрузка Сыпучих и штучных грузов Как правило Производится Через концевой барабан Сбрасыванием их Через приемные лотки Или течки При огибании При огибании Лентой барабана При необходимости Разгрузки транспортера В промежуточной его части Используются Односторонние И двухсторонние Плужковые сбрасыватели В зависимости от направления Перемещения груза А также необходимости Загрузки И выгрузки материала Ленточные транспортеры Бывают Горизонтальные Наклонные Горизонтально наклонные С несколькими Перегибами ленты И так далее Что определяет их Геометрические формы В ленточном конвейере Движущая сила Ленте Передается От приводного барабана В тот момент Когда лента Огибает его Основными элементами Привода ленточного конвейера Являются Один или два Реже Три Приводных барабана И приводные блоки Состоящие из электродвигателя Редуктора Соединительных муфт И тормоза Обводные барабаны Пусковая И регулирующая Аппаратура Грузонесущим И тяговым элементом Ленточного конвейера Является Бесконечная Замкнутая Гибкая лента Это Самый дорогой И самый Недолговечный Элемент Конвейера Типоразмер ленты Выбирают По Характеристике Транспортируемого Груза И Окружающей среды Прочности По Расчетному Натяжению И Производительности Требования Предъявляемые Конвейерным Лентам Следующие Высокая Прочность И износостойкость Малая Масса Небольшое Относительное Удлетение Высокая Эластичность В продольном И поперечном Направлениях Малая Гигроскопичность Сопротивляемость Знакопеременным Нагрузкам Стойкость Против Физико-химического Воздействия Грузов И Окружающей Среды Изготовлены Из материалов Допущенных К контакту С пищевыми Продуктами Что подтверждается Сертификатом Соответствия Под Словами Воздействия Окружающей Среды Понимается Не только Воздействие Температуры Или влажности Цеха Транспортерные Ленты Могут Использоваться Внутри Технологического Оборудования И поэтому Они Должны Выдерживать Те Технологические Параметры Которые Являются Рабочими Для данного Оборудования Температура Давление Скорость Движения Воздуха Влажность И так далее Нормальный ряд Ширины Ленты В соответствии С ГОСТ Таков Триста Четыреста Пятьсот Шестьсот Пятьсот Восемьсот Тысяча Тысяча Двести Тысяча Четыреста Тысяча Шестьсот Две Тысячи Две Тысяча Пятьсот Три тысячи Миллиметров По исполнению Конвейерные Ленты Могут быть Прорезиненные Резиновные Резинотканевые Или резинотросовые Металлические Холодно Катанные И сетчатые Полимерные И тканые Диаметр Барабана Зависит От Назначения И определяется Коэффициентом А Числа Прокладок Ленты Которая Зависит От Ширины Ленты И определяется По формуле Д равно А умножить На И Диаметр Округляют В большую Сторону И берут Ближайшее Значение По ГОСТ При этом Чем Больше Диаметр Барабана Тем Больше Срок Службы Ленты Барабан Изготавливают Из Чугунного Литья Или Стали При этом Для увеличения Сцепления Транспортерной Ленты С Барабаном Барабан Покрывают Специальным Фрикционным Материалом Число Прокладок Определяют По таблице В зависимости От Ширины Ленты В зависимости От Назначения Барабана Приводной Натяжной Или Концевой Отклоняющий И от Материала Из которого Сделана Лента По таблице Определяют Диаметр Барабана Опорные Ролики Изготавливают Из Цельно Тянутых Стальных Труб Диаметром 50-100 Миллиметров Или Из Пластмассы Стеклопластика Полиамидов Капрона Шаг Роликов Транспортера На рабочей Ветве Должен быть Не более Половины Длинные Груза При Перемещении Крупноштучных Тяжелых Грузов И Один Полтора Метра При Перемещении Мелкоштучных И Сыпучих Материалов В зоне Загрузки Ленты Шаг Роликов Принимают Вдвое Меньше Иногда Для Полного Исключения Прогиба Ленты Под ней Устанавливаются Металлические Или Деревянные Настилы Для Создания Необходимого Сцепления Ленты С Приводным Барабаном Компенсации Вытяжки Ленты И Соответственно Уменьшение Ее Провисание Между Опорными Роликами Применяются Натяжные Устройства Которые Устанавливаются Вместе Минимального Натяжения Ленты Либо Там Где Их Удобнее Обслуживать Натяжные Устройства Разделяются На Винтовые И Грузовые Винтовые Устройства Применяются В транспортерах Длиной Длиной До 50 Метров Они Более Компактны Но Требуют Периодического Подтягивания Ленты Вращением На Вращением Натяжных Винтов Грузовые Натяжные Устройства Применяются В транспортерах Длиной Свыше 50 Метров Они Более Громоздки Но В то же Время Обеспечивают Постоянное Натяжение Ленты Производительность Ленточных Транспортеров Зависит От Скорости Ленты И Рода Перемещаемого Груза Так Производительность Транспортера Для Перемещения Сыпучих И Мелкокусковых Материалов В Килограммах В Секунду Определяется По Формуле Представленной На Слайде Q Равно F Умножить На V И Умножить На Ро При этом F Это Площадь Сечения Материала Квадратных Метров В Это Скорость Движения Ленты Ро Это Насыпная Плотность Материала Это Одна Из Универсальных Формул В Механике И Гидравлике Вы Можете Определить Производительность Допустим Трубопровода Или Ленточного Конвейера Умножив Площадь Поперечного Сечения Допустим Трубы По которой Протекает Жидкость Или Площадь Поперечного Сечения Материала На Ленте На Скорость Движения Ленты И На Насыпную Плотность Если Это Сыпучий Груз Или На Плотность Жидкости Если Эта Жидкость Перемещается В трубе Используйте Эту Формулу Для пользы Себе При Перемещении Штучных Грузов Отдельными Партиями Шаг Между Которыми Равен А Производительность Транспортера В Килограммах В Секунду Составит Ку Равно В Умножить На Г Деленное На А Где В Это Скорость Движения Ленты Г Это Масса Одного Груза В Килограммах А Расстояние Между Грузами В Метрах Схема Расчета Производительности Представлена Внизу На Слайде Ширину Ленты Транспортера Рассчитывают По Следующей Формуле В Равно В1 Плюс 5 Сотых Одна Десятая Метра Где В1 Это Ширина Груза То есть Ширину Ленты Выбирают На 50 100 Миллиметров Больше Ширины Груза На рисунке Которые Представлены На слайде Допущена Ошибка И Указано Что Расстояние От Края Груза До Края Ленты Составляет 50 100 Миллиметров Это Неправильно Будьте Внимательны Когда будете Работать С этим Слайдом Мощность Электродвигателя Привода В киловаттах Зависит От Длины Транспортера Скорости Ленты Производительности Транспортера Высоты Подъема Груза И Определяется По формуле Представленной На слайде Знак Плюс Берется При Движении Груза Вверх Знак Минус При движении Вниз Вы Можете Остановить Видео И Изучить Формулу Подробнее Таблицы Для Выбора Коэффициентов Q1 Q2 И Коэффициента К Большое Представлены На следующих Слайдах На этом Слайде Представлена Таблица Для Выбора Коэффициентов Коэффициентов И Коэффициентов В зависимости От Ширины Ленты На этом Слайде Представлена Таблица Для Выбора Коэффициента К В зависимости От Длины Транспортера Тяговым Элементом Цепных Транспортеров Является Цепь Преимуществами Тяговых Цепей Являются Возможность Огибания Звездочек И блоков Малого Диаметра Гибкость В вертикальной И горизонтальной Плоскостях Высокая Прочность При малом Удлинении Удобство И высокая Прочность Грузонесущих И опорных Элементов Надежность Передачи Тягового Усилия Зацеплением На звездочке При Малом Первоначальном Натяжении Возможность Работы При Высокой Температуре Недостатками Тяговых Цепей Являются Большая Масса И Высокая Стоимость Наличие Большого Количества Шарниров Требующих Регулярного Наблюдения И Смазки Ограничение Скорости Движения Из-за Дополнительных Динамических Нагрузок Интенсивное Изнашивание Цепи При Высоких Скоростях Цепные Транспортеры Конвейеры Применяются На хлебозаводах Для перемещения Цепучих И штучных Грузов Муки Тестовых Заготовок Готовых Изделий И тары В виде Лотков И ящиков Часто Цепные Транспортеры Применяются Для Выполнения Технологических Функций При Расстойке Ошпарке И Обварке Тестовых Заготовок Для Выпечки И Сушки Изделий А А также Для Механизации Загрузки Тестовых Заготовок В шкафы Для Окончательной Расстойки И Печи По Характеру Рабочего Органа Цепные Транспортеры Можно Классифицировать На Скрипковые Ковшовые Или Люличные И Пластинчатые Привод Цепного Транспортера Состоит Из Электродвигателя Цилиндрического Чаще Червячного Редуктора Механической Передачи Цепной Или Зубчатой И Устанавливается В той Стороне Конвейера В которую Движется Груз Узлы Цепного Транспортера Монтируются На раме Сваренной Из Профильной Конструкционной Стали Тяговым Органом Цепных Транспортеров Является Цепь Которая Натягивается На звездочки Приводные И Ведомые Натяжные Для Предупреждения Провисания Цепи Под ней Устанавливаются Направляющие Изготавливаемые Обычно Из стали Уголкового Профиля Для Перемещения Груза К цепям Крепятся Различные Рабочие Органы Натяжное Устройство В цепных Транспортерах Устанавливается Как правило Винтовое Цепные Транспортеры Выполняются С одной Цепью Две Звездочки И Одна Цепь И с двумя Две Пары Звездочки И две Цепи Наиболее Широкое Применение Получили Следующие Цепи Для Транспортеров ПВ Пластинчатые Втулочные ПВР Пластинчатые Втулочно-роликовые ПВК Пластинчатые Втулочно-катковые С гладкими Катками ПВКГ Пластинчатые Втулочно-катковые С грибнями На катках В зависимости От рода Перемещаемого Груза И назначения Транспортера На цепи Могут Укрепляться Различные Рабочие Органы Скрипки Ковши Или люльки Пластины Штанги Схемы Цепных Транспортеров На слайде Представлены Скрипковый Транспортер С открытыми И погружными Скрипками Люличный Или Ковшовый Транспортер Пластинчатый Транспортер А также Схема К расчету Цепного Транспортера Скрипковые Транспортеры Применяются Для перемещения Сыпучих И полевидных Материалов Транспортеров Транспортеры 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 На хлебозавод На хлебозаводах В механизмах Загрузки Тестовых Заготовок В шкафы Для расстойки В шкафах Для расстойки И печах К цепям Этих Транспортеров С помощью Пальцев Шарнирно Крепятся Металлические Ковши Или Люльки В каждое Звено цепи Или Через Несколько Звеньев Пластинчатые Транспортеры Выполняются Чаще всего Двухцепными К цепям Крепятся Металлические Пластины Из стали Или Алюминия Эти пластины Образуют Сплошной Настил На котором Перемещается Груз На слайде Представлены Фотографии И Схема Цепного Транспортера В зависимости От назначения Цепные Транспортеры Могут Выполняться Различной Конфигурацией Они Могут Иметь Несколько Пар Цепных Звездочек Расположенных На различных Уровнях И две Бесконечные Цепи На которых Укрепляются Люльки В Хлебопекарной Промышленности Такие Транспортеры Называются Цепными Конвейерами Они Широко Применяются Для Расстойки Тестовых Заготовок И выпечки Изделий В хлебопекарных Печах Цепные Транспортеры Могут Устанавливаться Как горизонтально Так и Наклонно На слайде Представлена Обобщенная Расчетная Схема Производительность Цепных Транспортеров В килограммах В секунду Определяется По формуле Представленной На слайде Формула Для Расчета Производительности Горизонтального Скрипкового Транспортера С низкими Погруженными Скрипками В Килограммах В секунду Представлена На Слайде Формула Для Расчета Мощности Электродвигателя Цепных Транспортеров Представлена На Слайде Тяговое Усилие П Зависит От Усилии Натяжения В ветвях Тяговых Цепей И сил Сопротивления На участках Транспортера И определяется Методом Обхода По точкам Замкнутого Контура По формуле В Ньютонах Формула Представлена На слайде При этом Наименьшее Усилие Натяжения Цепи С1 Принимается Равным Для Одноцепных Транспортеров Легкого Типа И для Скрипковых С низкими Скрипками С1 Равно С СБ И равно 500 1000 Ньютонов Для Двухцепных Транспортеров Тяжелого Типа И скрипковых С высокими Скрипками С1 Равно СБ И равно 1000 5000 Ньютонов Тогда Усилие Натяжения В точке 2 С учетом Сил Сопротивлений Холостой Ветви На участке 1 2 Равно В ньютонах С2 Равно С1 Плюс W 1 2 Где W 1 2 Это Сила сопротивления На участке 1 2 Определяется По формуле W 1 2 Равно Г Ку Нулевое Л 2 Омега Где Г Ускорение Свободного Падения Метра Деленные На секунду В квадрате Ку Нулевое Масса Цепи С рабочими Органами Килограмм Деленная На метр Определяется Из Соотношения Ку Нулевое Равно К Н Ку Малое Здесь КН Коэффициент Равный 1,5 1,6 Для Одноцепных Транспортеров И 1,6 1,8 Для Двух Цепных Ку Малое Масса Перемещаемого Материала В килограммах Деленная На метр Равное Ку Малое Равно Ку Большое Деленное На 3,6 В Л2 Горизонтальная Проекция Транспортера В метрах Омега Коэффициент Сопротивления Движению Цепи Равный 0,1 0,15 Для Катковых 0,25 0,4 Для Без Катковых Цепей Расчет Усилия Натяжения В точке 3 Усилия Натяжения В точке 4 И расчет Диаметров Делительной Окружности Звездочек Для Тяговых Пластинчатых Цепей Вы можете Уточнить В технической Литературе Например В одной Из книг Приведенных В описании К видео Узнайте Есть ли Эти книги В вашей Библиотеке И Используйте Эти книги Для расширения Своих Знаний В области Оборудования Пищевых Производств Ковшовые Элеваторы Нории Применяются На хлебозаводах И Заводах По Переработке Зерна В муку Для Перемещения Полевидных И сыпучих Материалов Таких Как Мука Сахар Песок Соль Зерно В вертикальном Или круто Наклонном Направлениях На высоту От 3 до 30 метров Ковшовые Элеваторы Бывают Ленточные И цепные Производительность Ковшовых Элеваторов Норий Зависит От Вместимости Ковша Шага Ковшей На ленте Скорости Ленты Или Цепи Насыпной Плотности Груза Коэффициента Заполнения Ковшей Который В свою Очередь Зависит От Рода Груза И способа Подачи Груза В башмак Для Ленточных Ковшовых Элеваторов Коэффициент Заполнения Ковшей При Подаче Против Движения Составляет 85,90 При Подаче По Ходу Движения 75,90 Для Цепных Ковшовых Элеваторов И Перемещения Мелкокусковых Продуктов 0,5 0,8 Мощность Электродвигателя Зависит От Коэффициента Запаса Мощности Высоты Подъема Груза И КПД Приводного Механизма На слайде Представлены Фотографии Ковшовых Транспортеров На слайде Представлены Схемы Круто Наклоненных Элеваторов Ленточного Цепного Со Свободно Свисающей Обратной Ветвью Двухцепного С Поддерживаемой Обратной Ветвью На слайде Представлена Схема Цепного Ковшового Элеватора Ковшовый Элеватор Состоит Из Приводного Барабана Разгрузочного Патрубка Смотровых Люков Кожуха Тягового Элемента Направляющих Шин Натяжного Устройства Загрузочного Башмака Ковшей И Привода На слайде Представлена Схема Ленточного Ковшового Элеватора Который Состоит Из Двух Барабанов Приводного 11 И Ведомого Натяжного 1 На которые Натягивается Бесконечная Лента 7 С укрепленными На ней Металлическими Ковшами 6 Ковшовый Элеватор Приводится В движение От электродвигателя 8 Через Червячный Или Цилиндрический Редуктор 9 Ременную Или Цепную Передачу 10 Натяжение Ленты Осуществляется Винтовым Устройством 2 Верхний Барабан Заключен В разъемный Кожух 12 Который Называется Головкой Нижний В коробку 16 Называемую Башмаком Лента С ковшами Перемещается В трубах 5 Прямоугольного Сечения Головка Башмак И Трубы Изготавливаются Из дерева Или Листовой Стали Металлические Трубы Выполняются В виде Отдельных Секций Длиной 1,5-2 Метра Фланцы 15 Которых Соединяются Болтами Транспортируемый Материал Загружается В приемный Бункер 4 Откуда Крыльчатым Питателем 3 Направляется В нижнюю Башмака Башмака Равномерного Заполнения Ковшей Которые При движении Ленты Зачерпывают Материал И поднимают Его Вверх При огибании Лентой Верхнего Барабана Ковши Опрокидываются И материал Под действием Центробежно-гравитационной Силы Направляется В отводящую Течку 14 Для Предупреждения Попадания Материала Обратно В трубу На границе Ее С течкой Устанавливается Клапан 13 В виде Наклонной Плоскости Который Отбрасывает Муку В течку Различают Несколько Типов Ковшовых Элементов Глубокий Ковш С цилиндрическим Днищем Мелкий Ковш С цилиндрическим Днищем Остро Угольный Ковш С бортовыми Направляющими И ковш С бортовыми Направляющими И скругленным Днищем В ковшовых Элеваторах Могут Применяться Разные Схемы Загрузки И Разгрузки Некоторые Из них Представлены На Слайде По Типу Ковши Различают На Сварные Штампованные Полимерные Пластиковые Металлические При этом Металлические Могут быть Сборными Усиленными Цельно тянутыми Цельно тянутыми Усиленными Крепление Крепление Ковша К Ленте Может Осуществляться Болтами С Гладкой Головкой И Шипами С внутренней Стороны Для Обеспечения Более Прочного Крепления В качестве Тяговых Органов В ковшовых Элеваторах Применяются Текстильные Или Прорезиненные Ленты Ширина Ленты Определяется По Формуле В Большое Равно В Малое Плюс 20-30 Миллиметров Где В Ширина Ковша В Миллиметрах После Определения Требуемой Ширины Ленты Подбирают Стандартную Прорезиненную Ленту Цепные Ковшовые Элеваторы Бывают Одноцепные И Двухцепные И Выполняются Аналогично Ленточным Только Вместо Барабанов Устанавливаются Две Звездочки На Которые Натягивается Цепь В Одноцепных Две Пары Звездочек И Две Цепи В Двухцепных Производительность Ковшовых Элеваторов В Килограмм Секунду Обределяется По Формуле Представленной На Заполнение Ковшей Зависит От Рода Груза И Способа Подачи Груза В Башмак Для Ленточных Элеваторов При Перемещении Муки И Зерна Фи Равно 0,85 0,9 При Подаче В Башмак Против Направления Движения Ленты И 0,75 0,9 При Подаче В Башмак По Направлению Движения Ленты Для Цепных Элеваторов При Перемещении Мелкокусковых Грузов Фи Равно От 0,5 До 0,8 Десятых Потребную Мощность Электродвигателя Ковшового Элеватора В Киловаттах Приближенно Определяют По Формуле Представленной На Слайде При Этом Коэффициент Запаса Мощности Выбирают Из Диапазона 1,25 1,3 А КПД Приводного Механизма Из Диапазона Значений От 0,8 До 0,85 Цепные Подъемники Это Такие Устройства Которые Применяются На Предприятиях Для Перемещения На Верхние Этажи Зданий Сырья Например Соли Сахара Жира Дрожжей И Тому Подобного Упакованного В Различную Тару В Виде Штучных Грузов Подъемники Можно разделить На две Группы Непрерывного Действия С гибкими Тяговыми Органами Волковый Вилочный Люличный И Периодического Действия Грузовой Лифт Из Подъемников Непрерывного Действия На Хлебозаводах И Других Пищевых Предприятиях Наиболее Часто Применяются Волковый И Люличный Люличный Подъемник Смотрите Схему На слайде Применяется Для Перемещения Штучных Грузов Как Вверх Так И Вниз Грузонесущим Органом Этого Подъемника Являются Люльки 11 Шарнирно Подвешенные К двум Цепям 12 Которые Натянуты На две Пары Звездочек Приводные 4 И Ведомые Или Натяжные 7 Привод Осуществляется От электродвигателя 1 Через Червячный Редуктор 2 И Цепную Передачу 3 Загрузка И разгрузка Может Производиться В любой Точке По высоте Подъемника Люльки Подъемника Выполняются Двух Типов Сплошные И Гребенчатые Загрузка И разгрузка Сплошных Люлик Производится Вручную Применяя Гребенчатые Люльки Можно Механизировать Их Загрузку И Разгрузку В этом Случае Груз По Ральгангу 9 Подается На Гребенчатый Загрузочный Стол 10 До Упора 8 Люльки Проходят Через Гребенки Стола Захватывают Груз И перемещают Его Вверх При Движении Вниз Проходя Через Наклонный Разгрузочный Гребенчатый Стол 5 Люльки Оставляют На нем Груз Который По Ральгангу 6 Перемещается В нужном Направлении Для Возможности Загрузки И разгрузки В различных Точках По высоте Подъемника Столы Выполняются Откидными Для Предупреждения Раскачивания Придвижения Люльки Оборудуются Роликами Которые Перемещаются В направляющих В качестве Тяговых Органов В Люличных Подъемниках Применяются Пластинчатые Втулочные И Втулочно-катковые Цепи Скорость Цепей 0,15 До 0,35 Метров В секунду На слайде Представлена Фотография Люличного Подъемника В одном Из Его Исполнений Данный Люличный Подъемник Может Поднимать Грузы На высоту Не более Двух Метров Существуют Также И более Высокие Люличные Подъемники Которые Позволяют Перемещать Грузы Между Этажами Производительность Цепных Подъемников Определяется По формуле Представленной На слайде В зависимости От того Какую Производительность Мы хотим Найти В килограммах В секунду Или В штуках В секунду Мы используем Либо формулу Которая написана Слева Вверху Либо формулу Которая написана Под Этой формулой Ниже Смотрите На слайде Нижняя часть Слайда На ней Вы можете Увидеть Формулу Для расчета Мощности Электродвигателя А также Расшифровку Обозначений Используемых В этой Формуле Пластинчатыми Конвейерами Называют Машины Непрерывного Действия Грузонесущим Элементом Которых Является Жесткий Металлический Или Деревянный Пластмассовый Резинотканевый Настил Полотно Состоящий Из Отдельных Пластин Тяговым Элементом Является Одна Или две Пластинчатые Цепи Огибающие Концевые Приводную И Натяжную Звездочки Тяговым Элементом Обычно Служат Пластинчатые Цепи ПВ Пластинчато Втулочные ПВ Пластинчатые Втулочно Роликовые ПВК Пластинчатые Втулочно Катковые С гладкими Катками ПВКГ Пластинчатые Втулочно Катковые С грибнями На катках ПВКП Пластинчатые Втулочно Катковые С подшипниками Качения Транспортирующие Пластины Выполняются Из Стали Или Алюминия Пластинчатые конвейеры используют для транспортирования в горизонтальном и наклонном направлениях насыпных и штучных грузов, например, пирожных, тортов, овощей, фруктов, бутылок, банок и других На пластинчатых конвейерах можно перемещать крупнокусковые материалы, а также тяжелые штучные грузы Одновременно с процессом транспортирования грузы изделия могут подвергаться технологическим операциям, например, выпечке, сушке, охлаждению, мойке и другим Пластинчатые конвейеры классифицируют по конструкции настила, конфигурации трассы и назначению По назначению различают стационарные и передвижные пластинчатые конвейеры Настил является грузонесущим элементом конвейера Настил выполняется с бортами и без бортов И имеет различную конструкцию В зависимости от характеристики транспортируемого груза Плоский настил изготавливают из деревянных планок, стальных или полиуретановых пластин Для обеспечения надежного положения груза настил снабжают фасонными накладками или упорами На слайде представлены три типа настилов Плоский разомкнутый PR Плоский сомкнутый PS Безбортовый волнистый V Схемы этих настилов вы видите на слайде Волнистый настил обеспечивает надежное перекрытие соседних пластин Увеличивает жесткость и прочность полотна Повышает сцепление грузов с поверхностью конвейера Уменьшает их просыпание между пластинами И обеспечивает перемещение грузов под большими углами наклона На слайде представлены схемы трех типов настилов Бортовой волнистый V Коробчатый мелкий KM Коробчатый глубокий KG Основными размерами настила является его ширина и высота бортов Нормальный ряд ширины настила Следующий 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм Высота бортов 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450 и 500 мм Винтовые транспортеры или шнековые транспортеры Как их называют по-другому Применяются не только для перемещения сыпучих грузов Таких как мука, сахар, соль и их смешивание Но и в технологических машинах Таких как макаронные прессы и экструдеры Для создания давления в замкнутом объеме массы Вы можете посмотреть видео, в которых я рассказываю О машинно-аппаратурных схемах Линии производства коротких и длинных макаронных изделий И производстве экструзионных подушечек с начинками В этих линиях основной технологической машиной является шнековый пресс На слайде представлены схемы винтовых транспортеров Для перемещения сыпучих материалов Выгрузка расположена ближе к приводу транспортера Загрузка у дальнего конца Так двигатель вращая шнек тянет на себя продукт Это считается классической схемой компоновки И работы шнековых транспортеров Винтовые конвейеры могут располагаться горизонтально, наклонно и вертикально При наклоне шнека на 65-70 градусов к горизонту Подребная мощность транспортирования при всех прочих равных Типы материала, его насыпной плотности и порозности увеличивается примерно в 3 раза Конструкция винтовых шнековых транспортеров Включает корпус или желоб Винт или шнек Загрузочную и разгрузочную воронки И привод Чаще всего привод представляет собой электродвигатель Закрепленный непосредственно на том же валу, на котором находится винт Электродвигатель соединяется с валом шнека посредством муфт и редуктора Могут применяться также ременные передачи для передачи механической энергии и вращения По конструктивному исполнению винты бывают сплошными, полностенными, ленточными, лопастными и фасонными Схемы винтов представлены на слайде Расчет диаметра вала винта производится по формуле, представленной на слайде Для конструктивных расчетов достаточно принять, что вал винта зависит от диаметра гребня винта Производительность винтовых транспортеров зависит от разности квадратов диаметров Шага между витками – коэффициент заполнения насыпной плотности транспортируемого материала Частоты вращения шнека На слайде представлена таблица, из которой выбирается коэффициент C1 Который в свою очередь зависит от угла наклона шнека к горизонту Увеличение угла наклона шнека к горизонту снижает производительность Однако, не в такой мере, как это представлено в таблице на слайде Некоторые исследователи, которые исследовали производительность шнековых транспортеров На разных сыпучих материалах показывают, что производительность шнека при увеличении угла наклона падает не настолько стремительно, как это представлено в таблице на слайде Наибольшая частота вращения винта рассчитывается по формуле, представленной на слайде И зависит от коэффициента, учитывающего род транспортируемого материала и диаметр винта Мощность электродвигателя в киловаттах рассчитывается по формулам, представленным на слайде Для наклонного винтового конвейера учитывается синус угла наклона к горизонту На слайде представлена расшифровка обозначений, используемых в формуле для расчета мощности электродвигателя Я напоминаю вам, что вы можете остановить видео и изучить слайд подробнее Рассмотренные выше винтовые шнековые транспортеры с жестким рабочим органом являются наиболее дешевым в изготовлении и эксплуатации транспортным средством Траста транспортирования для таких шнеков на каждом отдельном его участке остается прямолинейной Независимо от того горизонтально, вертикально или наклонно расположен сам шнек Организация сложных пространственных и плоских трасс достигается применением в качестве рабочего органа Вращающейся цилиндрической винтовой спирали или пружины, помещенной в гибкий кожух Эта разновидность винтовых конвейеров, так называемые спирально-винтовые транспортеры или гибкие шнеки В последние 20 лет находят все большее применение как в России, так и за рубежом Гибкий шнек достаточно эффективно перемещает сыпучие, порошкообразные и мелкозердистые и вязкие материалы Широко используемые в химической технологии, сельскохозяйственном и пищевом производстве Например, для загрузки сырья в реакционные аппараты, экструдеры, литьевые машины, раздача комбикорма на фермах Погрузка яда химикатов в самолеты и перемещение их к месту выброса Разгрузка железнодорожных вагонов, перемещение муки и смеси сырья на хлебозаводах, макаронных и кондитерских фабрик На слайде представлена принципиальная схема безвального винтового конвейера Он включает приводной вал, загрузочную воронку, корпус, труба, безвальный шнек, спираль С помощью такого транспортера можно перемещать материалы, которые могут в обычном винтовом конвейере закупорить проход Или материалов с крупнодисперсными включениями Применение таких транспортеров открывает новые возможности в производстве хлебобулочных, макаронных и сухарно-бараночных изделий С добавлением кусочков сухофруктов или сушеных ягод Транспортирование таких смесей безвальным винтовым конвейером сохраняет их структуру и целостность кусочков сухофруктов или сушеных ягод На производстве может использоваться схема, представленная на слайде Когда загрузка и выгрузка осуществляются на разной высоте Это позволяет обеспечить более гибкое расположение технологического оборудования в цеху Спирально-винтовым транспортером можно перемещать материалы, не допускающие контакта с маслом А также относительно просто обеспечивать надежную герметизацию системы Кроме этого, к преимуществам гибкого шнека по сравнению с другими видами транспорта можно отнести следующее 1. Простоту конструкции, что позволяет изготавливать этот вид конвейера в любой мастерской И легкую замену деталей шнека, спирали, рукава В случае быстрого их износа при транспортировке абразивного материала 2. Незначительную металлоемкость 3. Отсутствие сложных передаточных механизмов вследствие высокой частоты вращения транспортирующей спирали 4. Практическое исключение изменений гранулометрического состава перемещаемого сыпучего материала при однократной транспортировке Гибкие шнеки обладают, однако, рядом особенностей, ограничивающих их применение К таким особенностям относятся 1. Возможность транспортировки только сыпучих, порошкообразных, мелкозернистых материалов и вязких жидкостей Сыпучие материалы с фракцией более 5-10 мм транспортировать нецелесообразно 2. Относительно невысокая производительность, практически менее или равно 15 кубометрам в час 3. Ограниченная прочность транспортирующей спирали, а также сравнительно небольшая длина системы Равная при горизонтальной и полого-наклонной трассах 12-15 метров, при круто-наклонной и вертикальной 4-5 метров 4. Нецелесообразность перемещения материалов, склонных к налипанию, гипс, мел и чувствительность к интенсивному трению Несмотря на указанные ограничения в применении гибких шнеков, их несомненные достоинства делают устройства с гибким рабочим органом, уникальным видом транспорта Транспортирующая спираль гибкого шнека изготавливается из стальной, углеродистой, холодно-тянутой проволоки 1-2, 2-2 А и 3 класса прочности по ГОСТ Или при повышенной коррозионной активности среды из бронзовой пружинной проволоки В отдельных случаях при транспортировке трудноперемещаемых материалов рабочий орган может быть изготовлен токарной обработкой цельно тянутой трубы На слайде представлена схема транспортирования от привода Особенностью работы такой схемы является то, что при транспортировке материала по схеме от привода Когда спираль работает на скручивание и сжатие, длина конвейера, исходя из прочности рабочего органа, может достигать 12-15 метров При этом во избежание закупорки устройства, конец спирали в процессе перемещения материала должен выходить за край рукава на 1-2 витка Важно, что возможные перегрузки транспортера не оказывают существенного влияния на спираль, работающую от привода В качестве гибких кожухов используются резинокордовые рукава Металлорукава с покрытием внутренней рабочей поверхности износа стойкой резиной или пластиком И рукава трубы, изготовленные из различных пластмасс Во избежание заклинивания вращающейся спирали, кожух при изгибании не должен искажать свое поперечное сечение Которое в свету при любой трассе обязано оставаться круглым Резинокордовые рукава больших диаметров Для этой цели изготавливаются с междуслойным армированием Резинокордовые рукава больших диаметров Для этой цели изготавливаются с междуслойным армированием Диаметр кожуха шнека, исходя из его гибкости, без потери так называемой маневренности в процессе работы конвейера целесообразно ограничивать величиной D-рукава равно 0,1 метра. На слайде представлена схема транспортирования к приводу. Когда материальный поток направлен по схеме к приводу, спираль работает на раскручивание и под нагрузкой несколько увеличивается в диаметре. В этом случае гибкий шнек во избежание самозаклинивания спирали в кожухе следует делать по возможности коротким, менее или равно от 4 до 5 метров, с числом заборных витков не менее 4-5 витков. Следовательно, более предпочтительным является первый способ работы, то есть по схеме от привода. Заборный участок гибкого шнека состоит из участка загрузки, рабочей спирали, гибкого кожуха и рукоятки. Заборный участок используется для подачи сыпучего материала, например зерна или муки, в рукав с уровня пола или земли. Идея транспортирования материала вращающейся цилиндрической винтовой спирали, помещенной в гибкий кожух, возникла сравнительно недавно и принадлежит Плюсту и Аренсу, которые в 1926-1928 годах запатентовали в Германии новый вид конвейера для перемещения цементных и бетонных смесей. Дальнейшее развитие гибких шнеков шло прежде всего по пути расширения областей их применения и конструктивных усовершенствований, связанных с прочностными и эксплуатационными характеристиками. Так, в отечественных и зарубежных изобретениях было предложено использовать гибкие шнеки для процессов подачи сыпучих, порошкообразных, зернистых, пылевидных, жидких материалов и пластических смесей. Конструктивные усовершенствования устройств с гибким рабочим органом связаны прежде всего с изменением приводного и загрузочного устройств с применением в качестве кожуха полуоткрытого желоба при работе гибких шнеков для полной очистки силостных башень и зернохранилищ с использованием центрального гибкого органа, в качестве которого применяются гибкий вал или трос. в целях увеличения прочности рабочего органа с изготовлением спирали из стальной ленты. В конце 20 века все шире начал применяться винтовой транспортер с двумя или даже тремя вращающимися цилиндрическими спиралями, вставленными одна в другую и помещенными в общий гибкий кожух. В этом случае транспортирующие спирали изготавливаются со взаимно противоположными направлениями подъема витков спирали правой и левой навивок и следовательно вращаются в противоположных направлениях. Исследования работы двух спиральных шнеков показали, что по сравнению с односпиральными шнеками того же диаметра обеспечивается значительное увеличение производительности, достигающее при оптимальном соотношении угловых скоростей наружной и внутренней спирали 30-40%. Опотребляемая мощность, отнесенная к одной спирали, несколько уменьшается С целью увеличения общей длины трассы иногда прибегают к совмещению указанных вариантов конвейера по одной из схем, приведенных на следующих слайдах. Длина пути транспортирования может быть увеличена при этом до 20 метров Схема перемещения материала должна выбираться в зависимости от конкретно заданных рабочих условий На слайде представлена еще одна схема перегрузки материала между гибкими шнеками Наибольшей технологической мобильностью обладает, по-видимому, схема, показанная на этом слайде Проведенные исследования транспортирующей способности односпирального гибкого шнека показали Что его производительность в значительной мере зависит от условий питания конвейера И угла наклона заборного участка к горизонту Увеличение длины заборного участка повышает производительность шнека Достигая максимума при определенной величине L к S Отношение длины заборного участка к шагу спирали В дальнейшем остается постоянной В зависимости от транспортирующей способности спирали и параметров работы устройства Оптимальное значение L к S меняется Но в среднем остается в пределах от 2,5 до 4 Это объясняется тем, что при небольшой длине заборного участка Транспортирующая способность спирали больше, чем пропускная способность загрузочного окна шнека С увеличением длины заборного участка пропускная способность загрузочного окна возрастает При поступлении сыпучего материала под действием силы тяжести И при равенстве подачи спирали и пропускной способности загрузочного окна Производительность гибкого шнека достигает своего предела Отношение L к S, при котором производительность, так сказать, насыщается Следует считать оптимальным На слайде представлена схема Узла крепления гибкого рукава к бункеру Узел крепления гибкого рукава состоит из Наконечника 2 Крепежные гайки 3 Уплотнительного стакана 4 Гибкого кожуха 5 Спирали 6 По цифре 1 на слайде обозначен бункер На слайде представлена схема узла крепления пружины Узел крепления пружины состоит из Приводного вала 1 Муфты 2 Наконечника шнека 3 Уплотнительных колец 4 Корпус шнека 5 Спирали 6 Обобщение результатов исследований по транспортированию ряда сыпучих материалов Позволяет предложить зависимости Связывающие между собой конструктивные параметры шнека Практически все они близки к выводам первых работ в этой области Выполненных ПА Преображенским И сводятся к следующему Наружный диаметр спирали ДСП равен 0,75 0,9 ДР ДР это диаметр рукава Диаметр проволоки спирали Дельта равно 0,15 0,2 ДСП Шаг винтовой линии спирали С выбирается из диапазона 0,75 1,4 Диаметра спирали Выбор диаметра рукава ДР Как было уже указано Максимальный диаметр кожуха не следует принимать более 100-110 мм Поскольку большие габариты увеличивая металлоемкость шнека Снижают его маневренность и долговечность Естественно, что в зависимости от диаметра рукава Транспортирующая способность гибкого шнека будет различной Приведены данные, позволяющие выбрать величину диаметра кожуха В зависимости от заданной объемной производительности конвейера Ку-0 Ку-0 кубометр в час Диаметр рукава в миллиметрах Ку-0 менее 0,5 кубометров в час Диаметр рукава 25 мм Ку-0 более 7,5 кубометров в час Диаметр рукава 100 мм Выбор наружного диаметра транспортирующей спирали Наружный диаметр винтовой транспортирующей спирали Следует выбирать в указанных выше пределах С учетом следующих замечаний При хорошей сыпучести обеспечивается необходимая равномерность питания шнека в зоне загрузки И можно принимать большие значения диаметра спирали Зазор между кожухом и спиралью во избежание заклинивания Должен в 3-4 раза превышать наибольший размер частиц транспортируемого материала Для материалов склонных к налипанию на рукав И обладающих повышенной абразивностью Например кварцевый песок или цемент Применение меньших значений диаметра спиралей является предпочтительным При сложных пространственных трассах Для уменьшения пускового момента и износа Рекомендуются средние значения диаметра спиралей Аналогичная рекомендация справедлива При малых радиусах изгиба и большой общей длине шнека Выбор диаметра проволоки спирали дельта Выбор дельта очевидно определяется Как свойствами транспортируемого материала Так и характером трассы Все транспортируемые сыпучие материалы Можно подразделить на три категории Легкоперемещаемые Средней трудности перемещения И трудноперемещаемые Меньшие из указанных выше значений дельта Можно рекомендовать для транспортирования Легкоперемещаемых материалов при малых радиусах изгибов И незначительной общей длине шнека Для описания работы шнековых устройств Обще принято рассматривать движение Изолированной материальной точки на стенке кожуха Получила развитие так называемая Гидродинамическая теория Позволяющая получить общее решение задачи О движении массы материала Поведение материала в шнеке Можно описать как для случая Вязкой жидкости Так и для сыпучего материала Совместное рассмотрение движения Изолированной материальной точки В быстроходном шнеке И некоторых закономерностей Движения массы материала в конвейерах С погруженными скребками Позволило П.А. Преображенскому Предложить формулу для расчета Производительности Q Односпирального гибкого шнека Формула представлена на слайде В формуле КП Это коэффициент пропорциональности ФР – рабочая площадь поперечного сечения кожуха ВЗ СРМ – средняя осевая скорость материала Гамма-нулевое – объемная насыпная масса материала При оптимальных параметрах гибкого шнека И горизонтальном расположении его заборного участка Различие в производительности При транспортировании в горизонтальном, наклонном И вертикальном направлениях на практике не превышает 12-15% Для проведения предварительных оценочных расчетов Может быть использована формула, представленная на этом слайде Задача определения общей мощности, затрачиваемой на вращение транспортирующей спирали И на перемещение сыпучего материала внутри кожуха Сводится к определению составляющих энергозатрат Что достаточно трудоемко Мощность N-механическая в киловаттах, затрачиваемая на вращение цилиндрической спирали При транспортировании сыпучего материала Можно определить, вводя коэффициент сопротивления перемещению материала W Который учитывает все потери энергии в шнеке Формула для расчета мощности N-мех представлена на слайде внизу Подставляя значение механической мощности в формулу мощности электродвигателя Представленной на слайде вверху, мы можем провести расчет На слайде представлена расшифровка обозначений Используемых в формуле мощности Которая была представлена на предыдущем слайде Вы можете остановить воспроизведение видео И изучить этот слайд подробнее Величину коэффициента сопротивления перемещению сыпучего материала Которое определяется в первую очередь направлением транспортирования Видом трассы, свойствами материала И практически не зависит от диаметра рукава Рекомендуется выбирать по таблице, представленной на слайде Кроме изложенного Определение мощности, потребляемой гибким шнеком Можно вести, используя эмпирические формулы Применяя теорию подобия Или по результатам статистической обработки результатов экспериментов Сейчас вы видите видео Которое было записано мною Во время моей работы в университете Вместе со студентами на одной из лабораторных работ Мы провели экспериментальное исследование Процесса транспортирования сыпучих материалов Гибким безвальным транспортером Гравитационным называется такой вид транспорта В котором грузы перемещаются под действием составляющей Силы тяжести Гравитационный транспорт применяется на хлебозаводах Для перемещения различных Полевидных, сыпучих, штучных и вязких грузов Муки, сахара, песка, теста, готовых изделий Только в направлении сверху вниз Достоинством этого вида транспорта Является несложность конструкции И отсутствие приводных механизмов Что делает его самым дешевым По сравнению с другими видами транспорта В зависимости от рода груза И направление перемещения Гравитационные устройства выполняются трех типов Наклонные, винтовые и роликовые спуски Рольганги Наклонные спуски Применяются для перемещения вниз Муки, сахара, песка, теста Готовых изделий в таре и без тары Спуски выполняются из дерева Металла или других износоустойчивых материалов По форме спуски бывают закрытые и открытые Закрытые спуски изготавливаются в виде наклонных труб Круглого или прямоугольного сечения И применяются для перемещения муки, сахара, песка и теста Открытые спуски выполняются в виде наклонных лотков Или же лобов И предназначаются для перемещения мешков, ящиков, пакетов Готовых изделий в таре и без тары Для обеспечения движения груза по спуску Необходимо, чтобы угол альфа наклона спуска Превышал угол трения для данного материала Угол наклона спуска определяется по формуле, представленной на слайде Также на слайде вы видите расшифровку обозначений, принятых в формуле Значения коэффициента трения скольжения F Для различных грузов представлены в таблице на слайде Коэффициент трения F зависит от рода груза и материала, из которого выполнен наклонный спуск Винтовые спуски применяются для перемещения с большой высоты штучных грузов Ящиков, мешков с мукой или сахаром Готовых изделий Винтовой спуск состоит из центральной стойки 1 На которой укреплен винтовой желоб 2 Прямоугольного, округленного или косоугольного сечения Винтовые спуски изготавливаются из дерева, стали В виде штампованных секций или других износоустойчивых материалов Наружную винтовую линию спуска можно рассматривать как гипотенузу прямоугольного треугольника Катетами которого являются длина окружности цилиндра 2πR0 и шаг винтовой линии H Тогда угол наклона винтовой линии α будет равен тангенс α равно h деленное на 2πR0 По опытным данным угол α винтовой линии находится в пределах При перемещении мешков α равно от 20 до 24 градусов При перемещении ящиков α равно от 15 до 23 градусов R0 радиус винтового спуска в метрах Для обеспечения гравитационного движения груза по плоскости винтового спуска необходимо, чтобы α было больше или равно ρ, где ρ это угол трения Тогда тангенс α равно h деленное на 2πR0 больше или равно тангенс ρ Тангенс ρ равен f Таким образом h деленное на 2πR0 больше или равно f Откуда можем найти шаг винтового спуска h больше или равно 2πR0f Наибольший радиус винтового спуска должен быть таким, чтобы обеспечить свободное прохождение груза по рабочей поверхности спуска Радиус спуска определяется по формуле, представленной на слайде Скорость движения груза по винтовому спуску в метрах в секунду Приближенно можно определить по формуле, представленной на слайде Важно отметить, что r большое это расстояние от оси спуска до центра тяжести груза В зависимости от рода груза центр тяжести будет находиться в разных точках Роликовый спуск состоит из ряда цилиндрических роликов 1, параллельно установленных осями 2, в станине 3 Изготовленные из конструкционной стали уголкового профиля Ролики выполняются диаметром от 50 до 100 мм из стальных труб, из сплавов алюминия, из пластмассы или дерева Ширина ролика должна быть на 100-150 мм больше ширины груза Шаг роликов должен составлять не более 0,3-0,4 длины перемещаемого груза Оси роликов могут устанавливаться непосредственно в прорези станины при перемещении легких грузов При перемещении тяжелых грузов применяются шариковые опоры Прямолинейные участки роликовых спусков собираются из секций длиной 2,5-3 м, которые соединяются между собой болтами Криволинейные секции в местах поворота роликового спуска собираются из конических роликов Радиус кривизны секции должен быть не менее 1,5 м Устанавливаются роликовые спуски обычно под углом от 1 до 4 градусов к горизонтальной плоскости Роликовые спуски, рольганги, применяются для перемещения жестких штучных грузов, ящиков, лотков с готовыми изделиями и т.п. Угол наклона роликанга определяется по формуле, представленной на слайде Вы можете остановить воспроизведение видео, чтобы изучить слайд Движение груза осуществляется под действием составляющей силы тяжести груза П Движение происходит только в том случае, когда составляющая силы тяжести груза П На следующих слайдах представлены формулы для расчета составляющих сил сопротивления движению груза На этом слайде вы видите формулы для расчета силы сопротивления в цапфах роликов и силы сопротивления от трения качения груза по роликам На этом слайде представлена третья сила сопротивления движению груза Сила сопротивления от трения скольжения груза по роликам На слайде приведена расшифровка составляющих частей формул, представленных на предыдущих слайдах Вы можете остановить воспроизведение видео, чтобы изучить информацию на слайде Пневматический и аэрогравитационный транспорт Работа пневматранспорта основана на способности сыпучих и пылевидных материалов перемещаться в потоке воздуха во взвешенном состоянии Для пылевидных материалов перемещение возможно также в результате разности давлений в начале и конце трубопровода Пневматранспорт широко применяется на различных пищевых предприятиях, в том числе на хлебозаводах и мукомольных заводах Пневматранспорт имеет следующие преимущества Возможность перемещения материалов в различных направлениях по сложным трассам на большие расстояния до 1800 метров С наибольшей высотой подъема до 100 метров Исключение потерь и выделения пыли в результате герметизации системы, что повышает санитарно-технический уровень предприятий Возможность полной автоматизации процесса транспортировки Существующие пневмоустановки делятся на две группы Для перемещения материалов во взвешенном состоянии И для перемещения аэрированного материала с предварительным приданием ему свойств текучести По величине создаваемого давления воздуха в системе установки делятся на следующие группы Пневмоустановки низкого давления или разрежения, в которых потеря давления в сети не превышает 5 кПа Пневмоустановки среднего давления или разрежения, в которых потери давления составляют 0,01 мегапаскаля И установки высокого давления или разрежения, потери давления в которых составляют от 0,05 до 0,25 мегапаскаль Пневмоустановки этих групп по способу создания разности давления в трубопроводе разделяются на всасывающие, нагнетательные и смешанные Всасывающая пневмоустановка работает при создании в системе разрежения воздуходувной машины 6 В этом случае воздух вместе с материалом засасывается через сопло 1 И материалопровод 2 По которому смесь материала с воздухом со скоростью 16-20 метров в секунду поступает в циклон-разгрузитель 3 Где в результате резкого уменьшения скорости воздушного потока материал осаждается и выгружается с помощью шлюзового затвора 7 Воздух из циклона-разгрузителя направляется для дальнейшей очистки в циклон-пылеотделитель 4 А затем фильтр 5 И после окончательной очистки выбрасывается наружу Осажденная пыль из циклона-отделителя и фильтра удаляется шлюзовыми затворами 7 Всасывающие установки низкого и среднего давления применяются для транспортировки пылевидных материалов Муки и сахарной пудры, например Установки высокого давления для транспортирования зерновых материалов Пневмоустановки нагнетательного типа состоят из воздуховодной машины 1 Которая располагается в начале системы И нагнетает воздух через ресивер 2 Влага-отделитель 3 В продуктопровод 6 В который подается материал из приемного бункера 4 Питателем 5 Смесь воздуха с материалом поступает в циклон-разгрузитель 7 Где материал осаждается А воздух с оставшимися частицами материала Направляется в батарею циклона 8 Для окончательного отделения высокодисперсных частиц материала Затем через фильтр 9 воздух выбрасывается наружу Пневмоустановки нагнетательного типа имеют преимущество по сравнению со всасывающими Так как они дают возможность создать высокую массовую концентрацию смеси Массовая концентрация смеси это масса продуктов в килограммах Перемещаемого одним килограммом воздуха Для отделения транспортируемого материала от потока воздуха Применяются объемные и центробежные разгрузители Наиболее простыми по конструкции и эффективными являются центробежные разгрузители В них смесь воздуха и материала поступает через патрубок 3 В винтообразное кольцевое пространство Образованное выходным цилиндром 2 и цилиндрической поверхностью 1 В результате изменения направления воздушного потока уменьшается его скорость Под действием центробежной силы частицы материала удаляются о внутреннюю поверхность стенки Опускаются вниз и удаляются из разгрузителя через отверстие 4 А воздух поднимаясь вверх выходит из разгрузителя через выходное отверстие цилиндра 2 Для выделения из потока воздушной смеси материалов применяются разгрузитель ЦРК А для выделения пылевидных частиц циклон УЦ-38 Или аналогичное оборудование Сходное по принципу действия Для окончательной очистки воздуха от пыли служат матерчатые рукавные фильтры Или другие фильтры сходные по функциональному назначению Для удаления материала из разгрузителей и циклонов применяются шлюзовые роторные затворы Состоящие из корпуса, в котором вращается лопастной барабан, укрепленный на валу Лопасти барабана хорошо притерты к внутренней поверхности корпуса Что обеспечивает герметичность при подаче материала карманами барабана из емкости к выпускному отверстию В качестве воздуховодных машин в пневмо-транспортных установках применяются лопастные, ротационные и поршневые машины У меня есть возможность сделать подробное видео о пневматических транспортных установках В этом видео могу рассказать о типах воздуходувных машин, загрузочных устройствах, материалопроводах, пылеотделителях А также привести методику расчета пневмо-транспортных установок Если есть такой интерес, то оставляйте комментарии к видео с просьбами о создании видео о пневматических транспортных установках Достаточно широкое распространение на пищевых предприятиях получил нагнетательный пневмо-транспорт с повышенным давлением И высокой массовой концентрацией смеси Аэрозоль-транспорт Который применяется для транспортирования только в порошкообразных и пылевидных материалах Таких как мука или сахарная пудра Сущность этого способа транспортирования заключается в том, что материалу придаются физические свойства Которые приближают его к свойствам жидкости Это достигается путем насыщения пылевидного материала воздухом Что приводит к уменьшению коэффициента трения и насыпной плотности В результате резко повышается текучесть материала И создается возможность легко транспортировать его в трубопроводе в различных направлениях Этот способ транспортирования по сравнению с транспортированием материала Во взвешенном состоянии имеет ряд преимуществ Снижается расход воздуха на единицу массы транспортируемого материала Массовая концентрация смеси при этом составляет от 70 до 200 кг на кг Повышается производительность установки при малом сечении трубопровода Уменьшаются габариты, упрощается и удешевляется конструкция системы Так в аэрозоль транспортных установках нет необходимости применять специальные разгрузительные и очистные устройства Уменьшается удельный расход электроэнергии Некоторым недостатком аэрозоль транспорта является потребность в высоком избыточном давлении до 0,2 мегапаскаль и выше Что ограничивает применение существующих питателей, которые могут нормально работать с давлением сети до 127 кПаскаль Аэрозоль транспортная установка работает следующим образом Материал из приемного устройства 2 поступает в шнековый питатель 1 Который подает его из зоны атмосферного давления в аэрокамеру 3 Где он насыщается воздухом, аэрируется Далее под избыточным давлением материал направляется по продуктопроводу 4 в емкость 5 В результате падения давления в емкости материал в ней осаждается А воздух очищается и выходит наружу через матерчатый рукавный фильтр С помощью переключателей 7 транспортируемый материал можно направить в любую из емкостей Воздух в аэрокамеру подается через пористую диафрагму 9 от воздуходувной машины 8 В качестве воздуходувных машин в аэрозоль транспортных установках применяются различного рода компрессоры и воздуходувки Для обеспечения нормальной работы аэрозоль транспорта требуется герметизация всей системы Особенно высокую герметизацию должен обеспечивать питатель при подаче материала Из зоны атмосферного давления в зону повышенного давления Наибольшее применение в аэрозоль транспорте получили винтовые или шнековые и роторные питатели При расчете аэрозоль транспортной установки определяется общая потеря давления в системе, диаметр продукта провода и мощность привода в воздуходувной машине Рассмотрим расчет подробнее Общая потеря давления в системе представляет собой сумму потерь давления в продукта проводе длиной L Давление на разгон материала и давление в аэрокамере питателя Формула для расчета потери давления в продукта проводе представлена на слайде Потеря давления в продукта проводе зависит от общей длины продукта провода и массовой концентрации смеси То есть сколько килограммов продукта приходится на 1 килограмм воздуха Предварительный выбор концентрации смеси μ можно производить по заданной величине L общей длины продукта провода по формуле представленной на слайде Коэффициент А зависит от типа воздуходувной машины и выбирается по справочнику Потеря давления на разгон материала рассчитывается по формуле представленной на слайде Потеря давления на разгон материала зависит от скорости воздуха в конце материала провода Скорость воздуха в конце материала провода определяется по формуле приведенной на слайде И зависит от начальной скорости воздуха в материала проводе и числа отводов и переключателей установленных на материала проводе Расчет потери давления в аэрокамере питателя проводится по формуле представленной на слайде Расшифровка составляющих частей формулы для расчета потери давления в аэрокамере питателя Представленной на слайде, которую вы видите на экране В формулу для расчета потери давления в аэрокамере питателя входит производительность аэрозоль установки В том числе полный расход воздуха в линии и коэффициент, учитывающий утечку воздуха Расчет расхода воздуха в линии в кубометрах в минуту проводят по формуле представленной на слайде Расчет диаметра материала провода и расчетного давления нагнетания проводится по формулам представленным на слайде Потребная мощность электродвигателя воздуходувной машины рассчитывается по формуле представленной на слайде К аэрогравитационному транспорту относится аэрожелоб Принцип действия его основан на способности полевидных материалов приобретать свойства текучести при насыщении их воздухом И перемещаться под действием сил гравитации По сравнению с механическими транспортирующими устройствами он имеет следующие преимущества Простота конструкции, отсутствие движущихся деталей, соприкасающихся с грузом Малый расход энергии, высокая производительность при небольших габаритах Конструктивно аэрожелоб выполняется в виде короба 5 прямоугольного сечения изготавливаемого из листовой стали толщиной 0,8-1 мм По всей длине жилоб разделен пористой диафрагмой 8 на 2 полости Верхнюю 7 – материалопровод и нижнюю 9 – воздухопровод В качестве диафрагмы применяются следующие материалы Технический хлопчатобумажный бельтинг Шестислойная транспортерная хлопчатобумажная лента Льняной или суровый брезент и керамическая плитка Аэрожелоб устанавливается с наклоном к горизонту Под углом 2,5-4 градуса Мука поступает в материалопровод из загрузочного бункера 3 В верхнюю полость В нижнюю полость 9 от вентилятора 1 Через воздуховод 2 подается воздух под давлением 2-3 кП Проходя сквозь пористую диафрагму Воздух аэрирует слой муки, придавая ей свойство текучести Под воздействием сил гравитации Мука перемещается вдоль желоба со скоростью 1,1,4 метра в секунду К разгрузочному окну 6 Воздух из материалопровода удаляется наружу через матерчатые фильтры 4 Укрепленные в рамах Удельный расход воздуха составляет от 0,03 до 0,05 кубометров в секунду На 1 квадратный метр диафрагмы А необходимая мощность вентилятора на каждые 20 метров длины На каждые 20 метров длины аэрожелоба составляет 0,01 кВт На перемещение груза 1 тонны в час С помощью аэрожелобов транспортируют Материал на расстояние до 200 метров По длине аэрожелоба до 40 метров Подача воздуха в него производится с торца у места загрузки материала При длине свыше 40 метров в средней части желоба Для равномерного распределения его вдоль пористой диафрагмы В аэрожелоб длиной свыше 100 метров Воздух подается в нескольких местах Что обеспечивает равномерное статическое давление на диафрагму На слайде в таблице приведена основная характеристика аэрожелоба Производительность тонны в час Ширина аэрожелоба в миллиметрах Высота материала провода в миллиметрах И высота воздухопровода в миллиметрах Расход воздуха на транспортирование материалов В воздуха Рассчитывается по формуле представленной на слайде И зависит от внутренней ширины желоба Длины желоба и удельного расхода воздуха Внутренняя ширина желоба В рассчитывается по формуле Приведенной на слайде Механизация и автоматизация производственных процессов А также ряд технологических процессов В пищевой промышленности Требуют регулирования скоростного режима машин Создание периодического движения с определенным ритмом Автоматического управления рядом операций В определенной последовательности Для этой цели используются современные системы Автоматизированного управления Библиографические ссылки на материалы По которым была сделана эта лекция Представлены на слайде Вы можете использовать эту литературу для самообразования Я уверен, что данные книги есть в библиотеках вашего университета Используйте эту возможность для получения вами образования Вы прослушали лекцию по теме Внутри заводской межоперационный транспорт в пищевой промышленности Спасибо вам за внимание Ставьте лайки Подписывайтесь Комментируйте это видео Задавайте ваши вопросы Распространяйте это видео Спасибо вам за внимание Желаю вам всяческих успехов И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok